Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Искренне вас радостно приветствую и с еще большей радостью, конечно, рассказываю вам о том, кто у меня сегодня в гостях. Рэп-исполнитель, актер «Негатив». Бурные овации, привет. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, конечно, у «Негатива» есть нормальный человеческий кримический Владимир Афанасьев. Поэтому буду обращаться, конечно, так к тебе по-настоящему. Спасибо тебе большое. Мы очень рады тебя видеть в нашей студии. Спасибо вам за приглашение. Потому что ты же не просто рэп-исполнитель в нашей стране, ты же интеллигентный рэп с душой, твой жанр называется. Это, кстати, большая редкость. Есть такое, да, название. На самом деле специально никто ничего не называл. Просто так сложилось, что с течением времени почему-то в комментариях выделяли как раз одно, другое и третье. И вот мы решили, почему нет. Да раз люди сами об этом пишут, слушатели, ну, назовем это так. Ну, потому что это на поверхности. Потому что ты же сам понимаешь, что твое творчество, оно действительно отличается от другого рэпа. И, признаюсь себе честно, вот если в моем понимании, то, мне кажется, рэп, вот он именно таким и должен быть. Это мое мнение. Я не знаю там, каково мнение остальных. Но, друзья, если вдруг кто-то из вас, ну, по какой-то вообще непонятной для меня причине не очень знаком с творчеством, вы найдите время и зайдите обязательно на Ютубе. Все клипы есть у Негатива. И сегодня мы, конечно, некоторые из них посмотрим. Все просто не сможем. Физически не хватит времени. В общем, поводов для нашей встречи достаточно. Это, конечно, и творческие какие-то истории. Про жизнь поговорим, Вов. Давай начнем, наверное, с главных таких концертов, на которые стоит пригласить, и не раз еще о них напомним. Ближайший концерт это Санкт-Петербург, 3 ноября. Зал ожидания. Рассказывай про этот концерт. Это сольный концерт, Негатива. Сольный, да. Он еще и, получается, первый домашний некий такой концерт-прописка, наверное. Да, ты же недавно перебрался в Санкт-Петербург. И для меня этот концерт и участие в нем крайне волнительно. Тем более, что график просто безумный. С 19 числа, я имею в виду октябрь месяц, было 7 концертов, 4 съемочных дня, и завтра еще съемка. А концерты причем в разных городах. Ну, разумеется, не в одном. Перелеты, переезды. И получается, что завтра вечером только я вернусь в Петербург. И 3 числа сразу... Поспишь? И сразу... Ты ну как поспишь? Ну, там, украдкой, пару часов сна. С дремнем называется. Потому что у нас будет громадная репетиция, большой чек и сразу концерт. Там будет лайф-бенд, будут мои старые добрые друзья. Не побоюсь этого слова. Слава, сори. Руслан Гаджи Муратов. Один из них барабанщик, Руслан Слава, гитарист. Вот. Ну и как обычно, вирши, монологи, потому что концерт у меня некий симбиоз, не знаю даже... Ну, мы даже придумали, вот как с интеллигентным рэпом получилось нечаянно. И некий музыкальный моноспектакль, наверное. Но это громко звучит. Ну, это правдиво. Почему громко? Музыкальный спектаклик, наверное, правильнее было бы назвать. Это скромность в тебе говорит просто. Вот. И сложно еще в том числе и поэтам, поскольку помимо песен, есть какие-то монологи, есть стихи, есть просто интерактив с публикой. И каждая из этого важна. Поскольку если не удалась подводка перед песней, то потом и песни ты исполняешь, думаешь, блин, вот это я сейчас, конечно, налажал. Так неудобно, что делать вообще. И все плывет потом дальше по программе. Поэтому волнительно, тревожно. Я надеюсь, все получится. Москва спокойно. Я просто сейчас прям чувствую, как люди... Выдыхаем. А как же мы? Да, да. Все в порядке. В Москве концерт тоже состоится. Это случится 17 декабря в клубе «16 тонн». Вов, это, в принципе, та же программа, да, будет? Да, и у меня убедительная просьба не путать ни 16 декабря в клубе «17 тонн», а 17 декабря в клубе «16 тонн». Да, очень люблю эту площадку, очень хороший, винтажный, не побоюсь этого слова, клуб, с теплым звуком, с теплой атмосферой. Там будет то же самое, но не то. Там будет расширенная программа, там будет презентация двух, если успеется, новых песен и целый ряд вещей таких новых обкатаем. Да, то есть, что означает, друзья, даже если вы побываете на концерте негатива 3 ноября в Питере, то вы должны обязательно и в Москву приехать, потому что концерт будет отличаться от питерского, иначе вы пропустите и будете отставать как-то, не в курсе вообще новинок. Вов, ну, концерт-прописка. Когда ты перебрался в Санкт-Петербург, и с чем связано все-таки это решение? Потому что ты же долгое время прям таким остался краснодарцем, преданным. Был я краснодарцем долго, да. Не знаю, есть такое, конечно, романтическое, немножко позерское объяснение. Ну, типа, вот влюбился в город, и да. Ну, красивая история, красивая. Да, бросил старую семью в Краснодаре, и вот хлопнул дверь и ушел. Кризис третьего возраста. Но речь идет не про семью, семью, а имеется в виду просто город. Нет, я имею в виду Краснодар, да. А то сейчас все тоже... Да, нет, у нас... Мы образно, да, выражаемся. Вот. А так, я не знаю, на самом деле, в том числе и благодаря семье, дочь, у нас Алиса сидит. Ой, сегодня прелесть. Светлана супруга, и Алисочка пришли к нам. А супругу Светлана, ну, наверное, лет семь у нас было вот это вот такое... Размешение, да? Нет, Лисия хитрое, убалтывание всякие вот сбросы. Ну, поехали в Петербург. Ну, может, в Петербург переедем? Давай, может, переедем? Я же сказал, все, поехали, все, сколько можно уже. И вот так, собственно, и перебрались. Да, потому что в каких-то интервью, ну, ранее более, конечно, ты говоришь, что нет, да зачем это все надо? Сейчас полтора часа из Краснодара, все, в самолет прилетел, Москву, Петербург, город. Ты говорил полтора тогда, да, почему-то. Ну, я хочу сказать, что и Краснодар, если вот прям говорить о малой родине, все-таки у меня малая родина 200 километров от Краснодара, это Краснодарский край. Да, это у тебя станица Близкая, все правильно? Нет, станица Успенская, да. А, Близкой ты пожил какое-то время. Я, да, жил, я там школу оканчивал. Вообще, к слову о переездах, видимо, и жизнь так сложилась неспроста, что куча этих там разъездов, концертов, гастролей и прочее. Я прям считал, у меня суммарно до Краснодара я пережил 8 переездов, еще до Краснодара, еще внутри Краснодара. То есть вот как-то... По Краснодарскому краю вы как-то так просили. Да, я родился, год прожил, уехал, там 3 года переехал. Вов, а эти переезды связаны с родителями? Они же у тебя, кстати, преподаватели, да, учителя? Родители, учителя, да, мама, учитель физики и астрономии, папа рисования, очерчения. И они как-то все искали лучшее место для того, чтобы удобнее и уютнее было сыну где расти. Но в итоге получилось как раз не очень хорошо для сына, да, вот эти вот постоянно новые коллективы. Думал я об этом. С одной стороны, да, с другой стороны, не будь я так одинок в классе, например, да, там, ну, не читал бы столько, не слушал бы столько музыки. Все, что не делает, все к лучшему. Это, кстати, удивительная история, да, ты достаточно откровенно говоришь, что там были постоянно какие-то конфликты у тебя в школе, да, с ребятами, это непонимание, и при этом, получается, это тебя не озлобило нисколько, а как раз вот повернуло в сторону книг, чтения. Ну как не озлобило, зовут псевдоним-то у меня не позитив, поэтому, может, где-то когда-то я озлобил. Но опять-таки история, это же там не негатив, там же вообще не о негативе речь, там, там же как-то с каким-то черным костюмом что-нибудь связано. Там сложное, хитросплетенное, да, но это как раз производная от слова книга, негр, да, и юношеская, да, юношеская, так скажем, погремуха на районе, у меня было негр, а потом уже, да, я однажды пришел на экзамен весь в черном, и мне друг говорит, я понял, ты, говорит, сейчас негр весь в белом, просто вот такой негатив, и потом негатив, ну вот так. Потом я не могу сказать, кстати, что я был в восторге изначально от псевдонима, но улица, это же, и приятели, это такое дело, что если что-то выдумали, да. Каждого бить надо, получается. Потом, да, потом не отмахаешься, и вот до сих пор не отмахался. Ну ты молодец, ты, значит, вот несмотря ни на какие там препоны, препятствия, сложные взаимоотношения с ровесниками, ты успешно заканчиваешь школу, то есть серебряной медалью поступаешь, физико-технический, Технический факультет до Кубанского государственного университета. Квантовая физика. Да, радиофизика-электроника, специальность квантовая электроника. Было дело, да. Вот. Погорячился. И даже, и даже же работал в каком-то, что ж, космическое бюро, или что? Росавиакосмос, не, Росавиакосмос, российское авиакосмическое агентство, завод Сатурн. Делали там, я не знаю, вдруг это секрет, ты мне бумажки подписывал, наверное, уже. Это же было уже, да? Ну уже, да, столько времени утекло. Солнечные батареи для спутников делали. То есть спутники сейчас летают, Вова, с твоими батареями? Возможно, да, до сих пор еще есть спутники на орбите. Друзья, вы вообще могли даже предположить об этом. Ну потом была немножко работа в сотовой компании какой-то, и все, после этого Владимир решил, достаточно. Хватит. Я буду только рэп-исполнителем. Вова, сколько уже сольных альбомов? 16 или их уже больше? Нет, 16, наверное, с триадовскими, с сольных. А, понятно. Да я как-то не считаю. Да не мелочный, ты человек, конечно, что считает. Пусть биографы считают, сколько? Ну много, там еще есть сложность с пониманием. того, как именно считать, поскольку есть эпишки, да, это... Мини такие альбомы. Да, мини альбомы на 5-6 треков, там, до 8. Читать ли их альбомами или нет. С другой стороны, есть двойные альбомы. Читать их двойные альбомы каждый по диску или сообща, не знаю. Ну скажем так, изрядное количество альбомов уже выпущено и написано, да. Уже выпущено. И более 20 клипов. Вот это не считал, да, много клипов, много, да, в самом деле. И, конечно, что касается клипов, это такая совершенно отдельная история, достойная отдельной программы, мне даже кажется. Потому что нет ни одного проходного какого-то клипа у негатива. И это вызывает дикий восторг. Спасибо, ну стараемся. Потому что подход просто колоссальный, это видно. И знаешь, что прям до мурашек. Вообще, когда смотришь твой клип, ощущение, что ты человек без кожи. Ну знаешь, это в актерском таком театральном понимании говорят как раз, что актеры должны быть без кожи. В общем, об этом, конечно, мы обязательно поговорим. Вов, а сейчас предлагаю всем нам посмотреть и послушать твой клип и твой трек «Скучаю». И, конечно, надо сказать, что там что? Кто в главной роли? А мимо? Да, главная актриса вот сидит напротив нас, дочь моя Алиса. Алиса, друзья, смотрим, слушаем. Друзья, программа продолжается. У меня сегодня в гостях «Негатив» Владимир Афанасьев. 3 ноября, Санкт-Петербург. Все обязательно отправляйтесь на концерт «Негатива». 17 декабря в Москве в клубе «16 тонн» тоже будет концерт. Потрясающая программа. Вов готовит нам. Ну а мы продолжаем общаться с интеллигентным рэп-исполнителем с душой. Ну да. Я, конечно, хочу... Слава Богу, не с душком. А давай так, мы немножко пробежались по твоей такой биографии, если можно сказать. Все-таки твои первые стихи, когда они появились? Ну лет, наверное, так мне было 13-14. А что это было? Любовь Марков или уже что-то про несправедливость, непонимание, какие-то социальные вещи? Не то, что... не то, не другое, наверное. Это просто подражательство было. Просто что-то нравилось из школьной программы. Ты имеешь в виду художественную литературу? Ну да, да, разумеется, да. Ну, если память не подводит, тогда как раз с Евгением Онегином проходили мы. Так, то есть спасибо Пушкину! Да, не, причем Евгения Онегина потом, спустя годы, там, мне было уже 20, я учил его наизусть все. Целиком? Да. Справился? Да, интересно было, мне хотелось. А ты сейчас помнишь его целиком? Забывает, вот, из года в год какие-то отдельные строфы помнятся, но их все меньше и меньше становится. Ну, первую вспомню точно. Так, ясно, хорошо, ладно. Вот, и просто, ну, я не знаю, захотелось, как бы засвербило что-то внутри, захотелось написать что-то подобное. И вот так случилась проба пера. То есть сначала это все-таки были просто стихи, да? Да. А дальше уже, когда сама история с рэпа-сполнением возникла? С музыкой тоже с 97-го года, мне уже было 15 лет. И у тебя, конечно, первый какой-то коллектив уже возник сразу. Был, да, от Ripple V был коллектив такой. И на английском мы пытались писать с таким вот толстым словарем, потому что с интернетом была беда. Так. Вот, ну, все это было как-то так, конечно, неуклюже и смешно и по-детски немножечко. Ну, потом был первый текст на русском, и вот так потихонечку закрутилось, понеслось. И уже в 99-м году была триада. И там уже было все серьезней, мощнее, основательнее. Расскажи мне, пожалуйста, про твои клипы. Я так понимаю, что все равно, наверное, все зависит в большей степени от тебя. То есть целиком твоя задумка, как правило, да? Да, естественно, всегда основная роль на тебе, актерская. Не всегда, раз на раз не приходится. Что касается актерской роли, так, конечно, в том году я позанимался актерским мастерством. Было такое желание? Да, я скрипя сердцем, да, пересматриваю. Была необходимость такая, ну, и желание тоже присутствовало, поэтому совпало. Вот, некоторые клипы пересматривают так себе, потому что, как мне говорил преподаватель, говорит, ну, теперь ты видишь, говорит, что вот в этом клипе... То есть вы даже анализировали твою работу? Да, мы анализировали массу и фильмов, да, там, классических в том числе, и пересматривали работы. И я, конечно, уже так мучаюсь, думаю, блин, он говорит, видишь, в этом клипе мы смотрим овертюру, Володя есть лимоны, и, к сожалению, я вижу, что не овертюру, а этюд, вот, что примерно это и происходит. Но, с другой стороны, тут же глаз народа, глаз божий, и я понимаю, что людям нравится, и людям заходит. Плюс еще в клипах есть такая история, что это немножечко немое кино. Нет текста игрового, а в немом кино это нормально, когда человек переигрывает, чтобы, ну, лучше и там, да, проще донести какие-то эмоции заложенные. А когда сложилась, начала складываться история с кино, там был целый ряд затруднений, поскольку хотелось сделать то же самое, что делал в клипах, оказалось, что нет, нужно как-то все это переосмысливать. А что-то совсем другое. Да, что не хватает теории, пришлось подтаскивать, подтягивать теорию. Твои клипы, они, это же, это же истории, каждый клип это история обязательно, да? Ну, зачастую, да. Это не просто такой там парняка, который типа читает где-то там на каком-то фоне. Или отца алкоголь. И какие-то девчонки вокруг, да, там. И пляшет девы. И пляшет девы. Конечно, да, ты всегда у тебя какая-то очень серьезная социальная такая история. То есть это тоже твоя изначальная была такая принципиальная позиция, что клип должен быть наполнен смыслом? Ну, пожалуй, что и да. То есть во всем должен быть смысл, что ты делаешь говоришь, снимаешь. Потому что не шлукавлю, да, если скажу, что... Ну да, ну иначе зачем снимать? То есть вот как-то так у меня. То же самое и с концертами. То есть если ты, грубо говоря, не умираешь на сцене, то для чего нужен концерт? Если мы говорим о деньгах, есть масса других, более легких, доступных, простых, примитивных способов заработать деньги. Если мы говорим о славе, опять же, есть масса других способов, да, там, прославиться. А я в своем интервью слышала, ты так искренне говоришь, что моя история в рэпе, это не бабло, там, такая шик и роскошь. Это история вообще Мересева в рэпе. Ну да, это я так... Это на сегодняшний день уже другого мнения. Было такое переосмысление. Ну, пока все это продолжается, пока все это длится, да. Ну, я думаю, что многие читали еще в школьном курсе повести о настоящем человеке. О человеке, который, несмотря ни на что, да, там, выжил, двигался, старался, стремился. Ну, Мересев, причем, если мы вспомним, он-то в итоге добился того, чего хотел. Конечно, конечно. Ну, ты как раз рассказывала-то о том, что у тебя, ты на каждый свой новый альбом возлагал огромные надежды. И думал, что вот именно он, да, совершит переворот какой-то вообще в мире музыки, в шоу-бизнесе. Ну, и даже, мало того, наверное, на каждую песню в альбоме. И у меня, может, в этом и проблема, что у меня это все по-честному. То есть я, если пишу, то я как бы выворачиваюсь наизнанку, наружу, там, и так далее. В плане эмоций, чувствований. И стараюсь делать максимум из того, что я могу на данный момент. А, кстати говоря, это всегда твоя какая-то личная история? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, есть тоже, ну, раньше было такое понятие в рэпе, там, true, не true. То есть ты должен говорить только о том, что у тебя происходило. Это раньше, да. Да, нет, но мы так скатимся очень быстро в чукотский фольклор знаменитый, да. Что вижу, то пою. И для меня, ну, не секрет, что Александр Сергеевич Пушкин написал бы, если бы он писал только о себе, описывал только свои, там, любовные какие-то еще впечатления, он написал бы 17% от произведений. Поэтому лично оно в том плане, что я могу увидеть какую-то просто историю, трагедию, драму, неважно, комедию на улице, проходя мимо, там, я не знаю, трех припаркованных машин, настолько меня это зацепит, что я не буду спать, там, до утра и написать об этом. Но я же лично ее переживу, я же лично буду сопереживать людям, я же лично ее буду анализировать, осмыслять и так далее. Вот, я лично буду себя укорять, что, может быть, надо было подойти все-таки и разобраться, а вдруг я бы сделал хуже. Поэтому это все равно моя личная история. Но писать, это же, на самом деле, давний тезис, и немой, что есть люди с шикарной биографией, а есть люди с хорошей чернильницей и хорошим пером. И это всегда, ну, понятно, что в любом правиле есть исключение, но, как правило, это абсолютно разные люди. Поэтому писать о том, что происходит у меня в жизни, в одном плане есть исключение, допустим, Алексей Далматов, да, там, ГУФ, который прекрасно рассказывает автобиографичные истории. Другое дело, что и меня, ну, как слушателя, они утомили очень давно, там, 7 лет тому назад, потому что там зачастую много повторов. Но есть масса слушателей, преданных фанатов, и, ну, пусть будет Леша, у него это хорошо получается. Есть что-то личное, чем я готов и с радостью делюсь, вот. А есть личное, но при этом это плод каких-то моих переживаний, осмыслений, впечатлений и так далее и тому подобное. Но они не менее личные от этого. Друзья, мы продолжим кровейный разговор с негативом. Очень скоро оставайтесь с нами. Это программа «Лучшее в стране». Программа продолжается. У нас сегодня в гостях «Негатив». Друзья, мы говорим о жизни, смотрим клипы и зазываем всех, приглашаем на концерт. 3 ноября Питер, зал ожидания. 17 декабря, Москва. 16 тонн, в общем, быть всем, обязательно. Потому что концерты, кстати, не повторяются, как говорил Вова, да, будут некие отличия. И премьеры. Я молчу не потому, что... А потому что у меня хорошо получилось приглашать. Просто не потому, что нечего сказать, а просто поскольку нечего добавить, да. Все так и есть. Поговорим про твою актерскую карьеру. Ну, давай. Я очень хочу узнать, да, понятно, актерского образования нет. То, что у тебя явный талант, это видно там с первых даже клипов. У тебя желание засветиться там в кино и поработать, сделать карьеру, оно появилось после того, как, скажем там, чье-то мнение ты услышал о своей актерской игре в клипах? Или это внутреннее ощущение, что ты... Очень давно хотелось. Ну, мне, я не знаю, наверняка есть люди, которые там не мечтали, что вот завтра тебе позвонит там Скорсезе и скажет там... Ну, мне кажется, ну, каждому хочется, и вот чтобы ты весь такой приехал. Ну, понятно, пусть это будет не Скорсезе, пусть будет где-то еще. Я знаю, что даже там в массовку, там, в эпизоды люди идут с... Ну, есть, наверное, те, кому, кто говорит, ой, да, это кино ваше. Но мне, честно, всегда хотелось. То есть каждый твой клип, получается, это была такая презентация, это был такой резюме, короткая такая заявка? Ну, нет, об этом, разумеется, я не думал. Когда снимал клип, я думал только о клипе. Вот, но при всем том, речь о том, что вот... Ну, где-то в комментариях, да, там просто там от друзей, о том, что там вот тебе в кино сняться началась еще с выхода клипа «Дежавю», это там год, наверное, 2007, это 10 лет назад. И только год назад так сложилось, что появился первый агент актерский, второй актерский агент, первые пробы. А причем первая роль была, там был эпизодик в сериале, для первого канала даже проб не было. То есть просто сказали там, вы нам подходите, да. Да, приходите завтра. Да, я так волновался, переживал. Ну, там на самом деле все очень быстро и просто, и легко. То есть зашел в кадр, сказал два слова, ушел искать, сказали вообще блестяще, гениально, круто, классно, талантливо, спасибо, до свидания. Вот. А потом, также случайно, вот, кстати, к слову о клипах. В том году попал я на съемки фильма с Данилой Козловым, главной роли Ильи Маланиным. Что это за фильм, расскажи. Фильм на районе, это криминальная драма. Я подписывал специальный договор, по которому прям все, и очень многое я не могу рассказать. Но я думаю, что это я могу, да. Вот. И режиссер... Он же еще не вышел. Он не вышел, да. Планировали на октябрь-ноябрь этого года выпуск, и даже есть уже прокат на этом договоренности, но в итоге какие-то появились фестивальные перспективы. Угу. Да. Что, может быть, даже... Ну, я не могу вот прям всего рассказать. Хорошо, говоришь, что можешь. Ну, поэтому в двух словах, да, его решили обкатать на фестивалях, показать, и потом уже выпускать в широкий прокат. Вот. И Ольга Зуева, режиссера, как раз смотрела клипы мои для того, чтобы составить саундтрек на этот фильм. И она сказала, ой, так я, вот у нас есть персонаж, я все искал и все думал, о кого бы позвать. То есть... Я, да, и меня пригласили, я снимал специально отдельный эпизодик, как пробу предварительную, а потом было собеседование с режиссером по скайпу трехчасовое, сложное, волнительное, нервозное. Господи, о чем тебя спрашивали по скайпу три часа? Ну, вот представь. Нет, мы прогоняли текст, мы, да, общались. А, то есть уже такая репетиция некая. Да, и было очень страшно, и я был прям в сантиметре от краха, поскольку, да, Оля сказала, Вов, ну знаешь, давай, наверное, либо завтра ты приезжай на Мосфильм к девяти утра, ну, условно, там, послезавтра, либо мы будем прощаться. Поскольку как раз, ну, вышла наружу та самая явная пропасть между игрой в клипах и игрой в фильмах. То есть как только появлялся текст, текст прыгал, полз, какие-то непонятные космические, там, безумные интонации сквозили, и я не знал, что с этим делать. Но в итоге приехал, спасибо Оле, спасибо Даниле Валерьевичу Козловскому. Он тоже тебе помогал, поддерживал? Да, ну, в смысле, это прям два дня было. Муштры, разборы текста, репетиции и так далее. И в итоге все сложилось, в итоге улетел я с сентябрячего прошлого года на три недели, почти на месяц, по большому счету, в Владивосток на съемке. Ну и роль сложная, поскольку там не эпизод, где привет, как дела, я пошел, все нормально у вас, ребят, вот. А там прямо антагонист, то есть главного героя, главный злодей. Ты злодей, конечно, главный, да? Да, и он такой характерный и неглупый, и сложно сочиненный. Не, в том-то и дело, что он при этом еще и, отчасти, и человечный. Да, нет, ну, и при этом это не классический, ну, похабный образ, да, там, воров в законе, когда, да, ну и что, пацан, пацан, ладно. Вот, очень сложно было. И очень безумно интересно. Во, в твое ощущение, после того, как завершили съемки, ну и нафиг, я больше не хочу, не с этим у меня дела, или как здорово, я хочу дальше больше, больше ролей? Дальше больше. Вот я потом, после этого же занимался как раз и теорией актерского мастерства, и практика была, и сейчас продолжаются и пробы, и роли есть. И это круто, классно, и хочется расти и развиваться. Я понимаю прекрасно, что не зря учатся актеры, да, там, 5-6 лет в вузах. Да, конечно. Действительно, есть чему учиться, и если с теорией, слава богу, удалось подружиться, помириться, и как-то ее закрыть, но практики не хватает безумно сильно. И я надеюсь, что сейчас, буквально позавчера, последняя смена была, мы снимаем пилот сериала, есть такой проект «Патриот» на ТНТ, а медиа, если его одобряют, там будет как раз, ну то есть сериал чем лучше, то есть суммарно на съемках полного метра, да, вот на районе, было 5 смен всего. А сериал — это 20 серий, и у тебя есть огромная площадка для того, чтобы как раз набить практику. Поскольку семья, гастроли, что-то еще не позволит тебе взять, наметить, там, отыграть 30 тюдов на месяц и честно их отыграть. Ну ты знаешь, актерская профессия — это еще и очень богатый внутренний мир, это и начитанность, безусловно. А вот в этом я убеждена, у тебя большой жирный плюс перед многими остальными актерами. Да, это точно, абсолютно, поэтому ты давай тоже к себе как-то так посерьезнее относись, да, не надо смущаться, стесняться, да, серьезный артист. Друзья, мы продолжим, конечно, общаться с Владимиром, у нас сейчас негатив, фит-лампочка «Вернись». 10 секунд на вступление, наверное, не успешно рассказать немножко об этой работе, может быть, лучше после. А лучше после тогда. Давайте после тогда. Смотрим и слушаем. Лучшее в стране. У нас сегодня в гостях негатив, вот только что на ваших экранах, в ваших приемниках песня «Вернись» вместе с «Лампочкой». Лампочка откуда взялась, во, в твоей творческой пути. На самом деле история появления, ну, родилась она в Украине, в городе, если память не подводит, Черкасса. Написала ВКонтакте, в личку, как многие делают. Это все просто? Как многие делают, да, но при этом вот так совпало, что я зачастую и не отвечаю, потому что просто по количеству сообщений поступающих. Но это невозможно, нереально, это уже специальная профессия у человека, который только сидит и этим занимается. Вот, и дефициты личного времени. А так вот что-то совпало, я зашел, послушал песню ее, мне понравилось, и решили мы сделать трек «Сообща». Причем мы долго разговаривали на тему того, что только, пожалуйста, давай, ну, как бы, наши желания совпали. Чтобы это не было вот как у всех рэперов. Вот куплет, девочка на припеве, куплет, девочка на припеве, там, две девочки на припеве, там, два припева с девочкой и финал. И долго думали над композицией песни, над самой песней. Вот так взяли и написали. Ну, спасибо тебе большое. Ты вот, кстати, вне эфира, я, можно расскажу всем, да, что мы говорили о том, что все ждали от негатива, в этом клипе какой-то жесть, а трэш, там, ну, что-то такое опять острого социального. Ну, привыкли, да, привыкли. Потому что, да, все остальные клипы, а здесь этого не оказалось, и по просмотрам он, ну, там, чуть проигрывает. Ну, это на ютубе, потому что, ну, на ютубе есть своя культура просмотров, своя история с тем, что нужно делать для ютуба, а это более, в любом случае, телевизионный, наверное. Ну, да, скажи, да, может быть, даже более, даже девичьи в какой-то степени, а то есть, да, для девочек, которые не все так спокойно переносят, например, рыдают всех остальных твоих клипов, а это я могу спокойно смотреть, если даже не потекла тушь, ничего. Вот, ты рассказывал, что, во всяком случае, про клип медленно, ты подсмотрел персонажа своего на улицах, да, реально, человек существует, и как это перепустил тоже через себя. Нет, ну, это такой собирательный образ, потому что у нас-то в России матушка полна такими персонажами. Понятно, да. Я хотела тебе вот что спросить, и вот эта вот, на самом деле, такая актерская, профессиональная штука, подсматривать за людьми, она в тебе появилась до твоих занятий актерским мастерством, или уже после, когда ты узнал, что это необходимая часть? Да, давным-давно, просто в детстве говорили, что ты дурачишься, ну, когда ты кого-то кривляешь, ну, там, передразниваешь, да, либо изображаешь, либо воображаешь. А ты оттачивал мастерство. А тем временем, да. Ну, и шутки шутками, я потом уже, когда начал работать с профессиональными актерами, я понял, что они эти вещи тоже делают. Что они дурачатся даже между дублями, и они кого-то там пародируют, передразнивают, и это нормально. Я думал, блин, ну я какой-то, наверное, чудаковатый. То есть вот прошел человек, а мне хочется взять, ну, показать его походку, да, или выражение лица, там, его, вот, думаю, что-то, наверное, странное. Казалось, что нет, просто, ну, вот, таки меня устроили и сделали. Вов, Сергей Шнуров, как ты сделал, тебя очень круто похвалил. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, простите, да, в своих соцсетях. И я, кстати говоря, помню, я тогда тоже, благодаря, там, его ссылке зашла и посмотрела клип медленно. И он, конечно, очень такие мощные слова написал, да, что очень круто, нереально, смотрите. А вы знакомы вообще? Познакомились, да, некоторое время спустя. Ну, у нас вот как раз петербургская такая история знакомства. А, ну, теперь же, конечно, это вместе с группой Айова и еще некоторыми коллективами. Нет, а с Катей, на самом деле, видимся только иногда на концертах Кати, потому что Олесе как раз нравится, и ходим, и там общаемся. Ну, и наш общий друг играет барабанщиком там на больших концертах. Итак, Сергей Владимирович. Группы, да, Сергей Владимирович, да. Ну, для меня самого было удивительно, я причем с семьей был в Бельгии, если память не подводит. И, а там, как мы знаем, не в укор, конечно, нашим операторам сотовой связи, но роуминг просто, ну, какой-то невероятный, бешеный там. Ну, я не знаю, кем ты должен быть, сколько ты должен зарабатывать, чтобы ты мог свободно, легонечко разговаривать по телефону всегда. Я смотрю, мне просто начинают звонить, ну, все, кому не лень, ну, даже те, кого я там слыхом не слыхивал, там, 4-5 лет, я думаю, что произошло-то? И потом уже узнал, что, ну, что, оказывается, Сергей Шнуров, который, в принципе, крайне негативно, там, 3-4 года тому назад назывался о русском рэпе и все, что внутри него происходит, сделал такую публикацию в Инстаграме, было безумно приятно, ну, как-то искать у кого-то телефон, чтобы позвонить, сказать спасибо, тоже было неудобно. Потом прошло какое-то время, он приезжал с концертом в Краснодар, я мог попасть, у меня нарисовалась гастроль, я уехал, так у нас и не срослось, мы переписывались в Инстаграме. А потом уже, когда участились в моей поездке в Питер, и все ближе был переезд, семьи просто списались, объединялись номерами и уже общались и на репточках ленинградовских, и вне их, и как-то вот так все. Ну, в общем, можно сказать, что вы уже так приятельствуете, да, по-хорошему? Ну, друзья, да, я думаю, это слишком громко будет, но приятельствуем, да, я на самом деле с большим удовольствием, и вовсе не потому, что он там похвалил когда-то, либо, если бы даже он в пух и прах разнес какое-то видео, с большим уважением, да, отношусь к нему как к человеку, на самом деле он действительно культурный, интеллигентный человек, и все равно есть какой-то образ, который он пытается поддержать всячески даже в интервью, он гораздо проще, никаких, ну, хотелось избежать этого модного слова, понт, да, но никаких абсолютно понтов, никакого самомнения, самовозвеличивания и так далее, абсолютно четкое, явное, искреннее, чистое видение жизни, шоу-бизнеса, его законов и так далее и тому подобное. Вов, я очень хочу узнать твое мнение о рэп-баттлах. Мнения абсолютно разные существуют на этот счет, да, кто-то говорит, да, это прикольно, кто-то говорит, какой-то кошмар, это ужас, это ни в коем случае нельзя, надо как-то стараться держаться вдалеке. Ты что об этом думаешь? Были ли тебе предложения принять участие? Я думаю, что предложения были, и в судейство звали просто поприсутствовать и принять участие в том числе. Мне кажется, что весьма опосредованно к музыке имеет отношение вся эта история с баттлами. Ну, неужто к поэзии имеет отношение? Да нет, это такой комеди-стендап, зарифмованный, не всегда зарифмованный в принципе, и тем более не всегда хорошо зарифмованный. Есть люди, которые одинаково успешны, не будем называть их имена, и в рамках баттла, и за его пределами, но их настолько мало, что это скорее подтверждает закон правил их исключений. Поэтому иногда, когда скучно, я могу распечатать пакетик семечек, включить баттл, посмотреть, поржать. Но при этом не принципиально, это может быть, там, словно, там, комедий-клаб, там, да, или какая-нибудь комедия веселая. Значит, что-то это новое несет в музыке, да, там, я даже сейчас не говорю, там, о хип-хоп-культуре, вообще, там, даже если мы предположим, что это какой-то вот отдельный свой жанр. Нет, ни в коем разе. Вообще баттлы, сказать, что там, в последнее время они появились, нет. Я в свое время даже участвовал в онлайн-баттлах на хип-хоп-ру, ну, там, единственное, в онлайн-баттлах немного другая история, там, дается тема, там, за неделю, да, и ты можешь, волен, выбирать любую минусовку, инструментал, и под нее на заданную тему что-то придумывать и зачитывать, не обязательно оскорбительное, там, на оппонента, а можешь просто развернуть тему, как тебе захочется. И там множество судей, там, до восьми, вот, и этой истории, если память не подводит, наверное, ну, больше десяти лет, так уж точно. Вов, если Алиса у тебя заинтересуется этой историей и начнет посматривать такие баттлы, ты... Да, она периодически смотрит. Да? Да? Серьезно, ты не против абсолютно? Я не против. А как же огромное количество вот этого... Ну, а ей в вакууме, что ли, расти? Ну, все, спасибо, понятно твое отношение. Единственное, я прям вот маленький вот такой вот, когда говорят, что о поэзии, «поэт» — это вообще такое слово, которое подразумевает, что человек максимально много, максимально точно и тонко знает значение всех слов. И если уж, предположительно, поэты позволяют себе такие высказывания, да, мы все прекрасно знаем, как вы решали для себя конфликты, к сожалению, да, там, для истории литературы, Александр Сергеевич, например, Пушкин, да, или Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот, и если люди так легко бравируют такими словами, уж поверьте мне, они не поэты. У тебя потрясающая семья. В туалиточку уже сегодня нервно поговорили, Светлана, у тебя невероятная красавица. Абсолютно искренне говорю, да. Во-первых, тебе нужно ее снять обязательно тоже в клипе, вот как выяснилось, дочь уже и мама даже снялась в твоем клипе, а супруга еще... Я думала, это будет какой-то спецпроект какой-то такой очень-очень красивый. Сколько лет вы уже вместе? 12 лет будет 24 декабря. Скажи, Света, к тебе симпатия такая возникла благодаря твоему творчеству или ты чем-то другим ее зацепил? У нас такая своеобразная самобытная история отношений. Мы были знакомы до того, как начали встречаться в больше, чем 7 лет. Да ты что! Да, мы просто общались, дружили, у нас какие-то были общие знакомые. И я могу сказать, что, наверное, меньше всего это связано с творчеством. Поскольку часто бывает так, что вышел мой альбом, и спустя там полгода она говорит, слушай, я, кстати, послушала вот альбом, хороший ты знаешь, люди хвалили. И многие люди говорят, как так? Я говорю, так все правильно, она же женилась там, ну, не на артисте, не на рэпере, не на ком-то еще. Да, конечно. Мы же два человека, и она относится ко мне как к человеку в первую очередь, и это прекрасно. Это прекрасно. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за ваш мизит. Спасибо вам, спасибо тебе. Спасибо, что со Светланой пришел, что солист пришел, что... Это случайность, честно. Спасибо тебе за твой талант, за твое такое искреннее отношение к своему делу, к абсолютно четкому пониманию силы слова и важности этого, правда. Ты для меня в некотором роде такой образец, наверное, в нашем рэпе. Спасибо большое. Давай еще раз всех пригласим на твои концерты, тем более, что уже прям один из них послезавтра. 3 ноября, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, зал ожидания. Начало во сколько, помнишь? Ну, пусть будет 19.00. Ну, я не помню, честно скажу. В Москве, 17 декабря, клуб 16 тонн. Не пропустите, пожалуйста, по возможности. Ну, а негатив, Владимир Фанасьев, я надеюсь, он появится у нас в программе концертный зал. Вова, обещаешь? Я тоже, ну, обещать не могу. Да, да, почему? Потому что я уже такой старый волк, мудрый, опытный. Ответственность за слова свои привычки. Я буду очень сильно стараться. Спасибо тебе еще раз, желаем успехов и в творчестве, и, конечно, в кино. Ждем на больших экранах. Спасибо. Спасибо большое.